Валерий Михайлович Финансовое преступление лучше было И с этим делом тогда я выступил знакомым депутатом в этом деле Вот тогда и началась первая попытка психотронного воздействия на меня То есть была в 95 году устроена у меня автомобильная авария Таким способом, то есть я сам был за рулем Ехал с Кузьмином в Новогиреево, чтобы дальше ехать себе на дачу по Ленинградскому шоссе И вот началось, когда выезжал на мост в Новогиреево У меня начало водить руль То есть я начал мотать этим рулем И по шоке еще скорость была небольшая, то есть была и несильная авария И мотая рулем, я сначала столкнулся с соседней машиной, которая с левой стороны То есть я раз ее ударил в бок, потом рулем у меня опять повернулся Я так отстал от нее и потом опять еще раз стукнул эту же машину Ну потом я чувствую, что такое происходит странное поведение Я свернул, ну отошел к обочине дороги Остановился, и там машина, на которой я стукнулся Вот, я заплатил там эти 100 рублей в то время за слегка обитое крыло этой машины И, то есть здесь было явное вот это самое воздействие, которое нарушало К-12 движение Ну, хотя скорость была небольшая, то и авария была легкая То есть если бы они подождали бы, когда я шел на большой скорости, допустим, на даче по Ленинградскому часу А авария могла быть очень мотивировать Ну о таких авариях потом уже много говорилось То есть были автомобильные аварии, аварии, авиации Вот, то есть для меня это вот лично коснулось вот такое вот первое воздействие в 1995 году Но поскольку я продолжал, это было именно как месть или походка меня устранить Как свидетель по преступлениям мэра Москвы и Редушкова А впоследствии применялся другой способ воздействия Об этом тоже потом много говорилось И до этого говорилось было известно Это так называемое самоубийство Находясь дома, начинаешь вот, приходит такое чувство Что невозможно жить в таком мире, что нужно что-то сделать с собой То есть либо там, ну в общем, устроить свое самоубийство В основном, поскольку у меня был тогда, я жил на 9 этаже дома То хотел, скажем, вывозить себя за окна Но поскольку я уже прошел эту аварию Я знал, что мне просто мстят за лужковские действия Это мое свидетельство Вот, то есть я думал, что вот это вот чувство самоубийства Оно вызвано именно тем, чтобы меня устранить как свидетеля Поэтому я как бы держался То есть я был к этому готов Такое делалось, наверное, несколько раз в течение недели Я тогда обратился в Американское посольство Ну там просто рассказал о данном деле Лужкова И оно было меньше, но тем не менее Был один из случаев, когда Этого действия все-таки так они хотели меня устроить Спецслужбы Что применили в момент, когда была и жена дома То есть воздействия одновременно и на меня, и на нее То есть она хотела выброситься из окна Мне приходилось ее удерживать Удерживаться спокойно Я сам чувствовал это Желание самоубийства Но я знал, что это было сильное воздействие И я вот ее мягко старался удержать Это длилось, наверное, полчаса Пока вот она успокоилась, пока вот это дело прекратилось Вот это вот такой способ И как бы воздействия, можно сказать, первого уровня То есть самые примитивные психотронные воздействия Есть более серьезные способы Воздействия, можно сказать, это воздействия второго уровня Значит, в свое время, в девяносто пятом году Я находился в больнице в Борфинской Тогда мне делали операцию на От воспаления среднего уха, удаления и так далее И делалось три операции Я помню, что их было три Мои родители почему-то, мои родственники Помнят, что это было две операции То есть третью операцию У них как бы это выбили из головы А судя этой третьей операции Как это предлагалось Размерение вот чипа По дистанционной информации После этого У меня были часто такие Бедные с этим чипом вызванные Просто воздействием Вот таких как бы три Способы воздействия второго уровня Это значит одно из таких действий Это белый шум О котором тоже сейчас уже много говорят Белый шум сопровождается Как бы музыкой Или говором Вот он отдается в голове Именно там, где у меня сейчас этого уха нет То есть удален среднее ухо Левое И вот с этой стороны у меня просто бывает этот шум Бывает он обычно дома Либо утром, либо вечером Но иногда бывают случаи Когда-то даже в общественных местах То есть среди дня Вот этот шум возникает Это вот типа наверное Какого-то контроля И либо внушения Либо просто сбора информации И есть другой способ Который бывает и у меня дома Иногда я оставляюсь ночевать у своей матери И у нее дома бывает Это какое-то вот в ночное время Обычно в ноль минут То есть в три часа В ноль-ноль В четыре часа В ноль-ноль То есть видно у них Включается какой-то автомат И наступает такое полусонное состояние То есть соленосито просыпается И где-то по 10-15-20 минут Вот эта вот невозможность уснуть Что тебя какого-то контролирует Что ты хотел с тебя получить Вот Это вот второй способ И третий способ Опять же Более мощный Более сильный Он вызывает Вот повышение температуры кожи Боли в голове Вот как будто в голове Какая-то горящая медная плита Повышение давления Вот такое у меня было В свое время В России В то время Потом я был за границей И там тоже За рубежом Несколько случаев было Такого воздействия Более мощного И при возвращении В России В 2005 году Такое тоже было И последнее такое Сильное воздействие Это было Во время Предвыбодной кампании Президента Путина Вот в этом 2012 году И цели Вот такого воздействия То есть не просто Снятие информации То есть о моих Планах Которые Я хотел бы Совершить политически Но и с тем Чтобы внушить мне Мои очередные Какие-то поступки Которые выгодные Власти Значит В 2003 году Тогда Аклодировались Большие выборы И я как был оппозиционер Естественно Должен был Проводить свою Агитацию Оппозиционную У меня там была Куча листовок Подготовлено И вот У меня получил Друг желание Такое Устроить Политические акции Самосожжения И вот две недели Мною мучило Вот это желание Совершить Самоубийство Самосожжение Там на площади Ну в принципе Я знал что Чувствовал что Это в общем-то не мое желание А желание из меня И поэтому Я так удержался С этой вот такой Дурацкой идеей А потом Появилась вторая идея Нужно срочно Бежать от России Просить убежище Вот То есть Хотя у меня Была подготовлена То есть Своя позиция Свои планы По введению Агитации В основном Конечно Анти Мерской Антирушковской Компанией То именно Вдруг У меня потянуло Сразу До выборов Бежать скорее За рубеж И уже вести Оттуда Свою агитацию То есть Это было типичное Внушение Введенное В спецслужбе Для того, чтобы я не мешал Этим самым Проведению выборов Вот Это вот Таких два Опыта Проведенных И потом При возвращении Тоже были такие Способы Внушения Проведения Какие-то Политические акции По заказу Властей Были просто испытания То есть Они набирали Свою статистику Спецслужбы Так вот Я подрабатывал Курьером И в общем Решил строиться Другую, более интересную Компанию Работаю Курьером Там я прожарил При Водили кадров Контроль На Сдачу тестов Было два мощных теста Там по 150 вопросов Каждый Очень серьезные вопросы И я это спокойно прошел Эти тесты Был принят на работу И на следующий день Мне нужно было отнести До этого Пяти адресов Документов По пять адресам И Значит В одну компанию Нужно было дать два документа И еще одну компанию Два документа Так вот Я в эту компанию В одну из компаний Прихожу У меня уже было естественно Составным план Так у меня Поменьше затрат этих По движению То есть план Такая Из каких Организаций Будет в первую очередь Обслуживать Так вот я пришел Одни из организаций Сдаю два Больших документа Две папки с документами Это Секретарша Принимает У меня эти документы Оформляет Как бы По выступлению Дальше По вторую И третьей организации И в последней Регенерации тоже Нужно было отдать Два документа Таких же И там Сторож Организальный охранник Вдруг видит Что оказывается Я те документы Которые мне Нужно было И отдал В ту предыдущую Организацию А в этой организации Затем не те документы То есть Я вратила Я, который Неоднократно Работал курьером Уже с большим опытом Вдруг Такая была ошибка Никто организации Ни те документы И Короче Это было Как Просто способ Внедрения воздействия Не только документы Но и Упаковку Стратилов И Та же самая Секретарша Получается На нее тоже Воздействие Также И она Могла бы Принять Вот эту Папку Какого-нибудь Секретарша За таких Примеров Но Ближайшего У меня Хороший Знакомый Он был Из Поселка Капотни Он был Депутатом И У него Было Странное Самоубийство Он 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 На Более на просто верёжке для белья. До этого, как мне потом рассказывают близкие, что у него была вся неделя такая жуткая, то есть где-то начиная с 11 вечера до 4 часов ночи, у него всё время было странное желание, странное воздействие. Причём сын у него там в соседней комнате этого не чувствовал. Он не чувствовал, только это было воздействие на него. После этого самоубийства, поскольку у меня уже, я думал о том, что со мной было до этого, я тогда обратился в отделение, это Леблинский район был, обратился тогда в Леблинское отделение ФСБ, вот то есть с моей версией. Потом подал заявление в прокуратуру, также об этом деле. Но, естественно, для наших властей дело было закрыто, даже не проводилось расследование. То есть для них эти способы не зафиксированы, они считают, что такие самоубийства не бывают, да и просто по заказу сверху они такие уголовные дела не открывают, а закрывают подобные дела. И ещё же было такое похожее самоубийство у моих знакомых хороших. Это районе авиаторной, тогда, когда Третье кольцо хотели протянуть, тогда местные жители, которые протестовали против сохранения парка. И также вот жена этого моего знакомого тоже вдруг вот вылезла из окна. Он очень тогда удивлялся, ну, вскрывал это, был сильно расстроен. Но это версия, что это было самоубийство, устроено именно ему, то есть его семье, за его политическую активность, ну, против строительства через парк протяжки Третьего кольца транспортного. Вот такие два примера отрицательных, которые подтверждают, что эти самоубийства могут провести по заказу властей против любого жителя, любого города. Я Беляев Владимир Михайлович, 49-го года рождения. Коленой москвич. С 89-го года занимался политикой. Был депутатом Моссовета до 93-го года. Потом был в создании партии, участвовал. Ну, участвовал в одной политической карции. Мне сейчас хотелось бы рассказать не только о воздействии на наших граждан в России, психотронного воздействия, но и есть мои, как бы, примеры о воздействии и за рубежом в странах Западной Европы. Первый такой эффект я прочувствовал в Финляндии, где просил политическое убежище. То есть за неделю до того, как это должно быть провести, это интервью о прессивных убежищах, в самом помещении, там, где я жил, вот, каждую ночь практически был вот этот способ воздействия с взятием информации. То есть была, как говорили, безсонная ночь, странная. Хотя до этого я месяц прожил в Швеции, как же, и там этого не чувствовал. То есть на той же самой стране, на той же самой условии жил, но в Швеции этого не было. А Финляндии только я переехал, вот вся неделя была такого вот воздействия, как бы они изучали, брали с меня информацию, то есть о моих, насколько я искренен был тогда при допросе. И вот потом мне такие наши же беженцы, которые жили в этом же доме, рассказывали, что и у них такие чувства были, то есть при первом въезде и проживании перед допросом, они как бы вот такие чувствовали способы воздействия ночного сбора информации. При самом допросе, сама Норвегия, была заинтересована в этой тени, и у нее было, у нас был очень длительный допрос, порядка, где-то шести часов, и около часа, наверное, мне пришлось рассказывать о тех способах воздействия, которые я чувствовал в России. То есть, где-то было не то, что сбор информации, может, они сравнили со своими эффектами, что они имеют. То есть, мало того, что они применяли, они брали информацию о том, что есть как бы у них противник России. Потом я уезжал в Россию, возвращался, а в 2003 году, когда опять поехал за рубеж, такой же эффект был примерно в Финляндии. В Финляндии был просто такой большой интервью-допрос, и они тоже задавали вопросы о способах электротронного воздействия. То есть, вопросы у них были, но когда они мне дали отказ в убежище, они там написали, что такого и не существует вообще в мире. Что вот это то, что я рассказывал, это вырунки, и то, что принялось ко мне, это не ФСБ, что ФСБ для них самая замечательная организация для Чехии тогда была, и тогда они сказали, что Лужков тогда был самый лучший человек для Чехии. То есть, они как бы выполнили свой заказ, взяли информацию, которую хотели, о тех способах воздействия, а в другой стране сказали, что таких вообще средств не применялось нигде. И очень несколько раз таких эффектов было уже в самой Австрии. То есть, первое, это было, когда в первом лагере для бернцев, это Райсхетхен, недалеко от Вены, там я жил, это был большой первый лагерь, большой дом, мы жили там вчетвером, один мой ровесник из Украины, и двое пацанов, молодых ребят. И вот тоже одна ночь была такая очень странная. Там ребята иногда легкие наркотики курили. Я думал, что когда я проснулся, на следующий день, после вот этой странной ночи, я думал, что может просто вот была как бы дым от этого вот, травы их курить. Но мой сосед, вот мой ровесник, тоже сказал, что в эту ночь тоже он такие чувства, прошел, то у меня было тоже какой-то странная ночь, такая была очень сильное воздействие, очевидно было. То есть надо предположить, что тогда перед отправлением в другой лагерь, австрийские спецслужбы, брали с нас информацию о том, что мы будем делать дальше, в том или институт положении. А потом меня отправили уже в другой город, там был небольшой лагерь, ну это просто был дом для беженцев. И там в первую же ночь вот было вот это мощное, сильное воздействие, когда вот, что называется, горячая кожа, больная голова, и ты вроде встаешь и пытаешься перевернуться, лечь на другую кровать, там была свободная, и все равно чувствуешь вот это вот сильное воздействие. Вот. И потом через ночь опять было такое воздействие. Им, видимо, не хватило информации, они брали еще дополнительное вот такое вот было воздействие. После этого я там прожив два месяца, получил все-таки политическое убежище. То есть они как бы согласились с моими фактами, заставили мне политическое убежище, и вроде бы я стал как гражданин временной Австрии, и тем не менее в тот период приезжал в Вену, в Лужков, мэр Москвы. Там у него был день Москвы, устраивался, и вот я, естественно, хотел поехать в Вену, чтобы провести свою политическую акцию против Лужкова. И вот в эту же ночь было то же самое воздействие, которое я получил тогда от австрийцев в первые ночи вот в этом доме дороги. То есть здесь уже очень странный эффект. Вроде бы я человек уже Австрии, противник того же самого Лужкова, и вдруг они стали брать мне информацию в защиту того же самого Лужкова. То есть получается странно, что спецслужбы Австрии работали на мэра Москвы Лужкова. Или они просто брали информацию. Вот такие эффекты. И еще один был такой эффект, это уже другой еще способ воздействия. Это я опять вернусь к Чехии. Я прожил в Чехии тогда почти год. И переписывался с Россией, то есть с прокуратурой, с судами, все по тому же своему делу, которому я попытался довести до конца с Лужковскими преступлениями. Так вот, вот в один из дней я тогда пошел на почту, отправляя очередное свое письмо куда-то там в прокуратуру российскую. А вот когда вышел, вдруг у меня такое ощущение, что я на какой-то документ и у меня потерялся. И я начал его искать. Я то есть прошел опять на почту, посмотрел все, опросил всех сотрудников почты, что за документ такой потерян. Потом пошел в администрацию этого города. Там, значит, прошел по секретарям, по охранникам, сказал, что вот такой-то документ потерян. Потом пошел в местную полицию. То есть меня почему-то тянуло по всем этим местам властных, чтобы как бы пройти и всем дать им такую информацию о том, что якобы что-то утеряно. То есть мне кажется, что это был тоже такой способ воздействия испытательного. Чье это было воздействие? То ли чешских спецслужб, то ли, как вот сейчас об этом тоже говорят, что дальность вообще нашего воздействия, ну, скажем так, российских, условно скажем, спецслужб, дальность там до тысячи километров, либо через космос, через космические спутники могут тоже воздействовать на любого человека в любой стране. И то есть вот этот эффект можно рассмотреть либо как воздействие опять же чешких спецслужб, то есть их испытания, их способа воздействия, либо как бы провели испытания российские спецслужбы через, допустим, спутниковые системы. Вот, правда, все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok